Привет, друзья-подписчики и привет всем! В интернете часто можно найти вопрос, почему двигатель на холостых не креется, зимой не креется или термостат исправен, но двигатель все равно не креется. Завтра или послезавтра каждый может попасть в такой ситуации. Так что слушайте ответы. Знание это сила. Знаешь, значит вооружен. Как большинство из нас знает, прогрев двигателя зависит от многого. И основную роль тут в этом играет термостат. Принцип работы термостата и зачем им оснащаются автомобили, мы рассмотрели в одном из моих видео. И тут не буду пересказывать. Кому интересно, ссылку оставлю в описании этого видео и смотрите обязательно. Там вы многое узнаете об этом устройстве. Если двигатель зимой или летом не полностью греется, это плохо, друзья. В блок управления автомобиля в каждую секунду от разных татчиков передаются разные сигналы об состоянии температуры двигателя и еще об многом. Если в бортовом компьютере поступает информация, что двигатель полностью не прогрет, тогда по заданному алгоритму с помощью бортового компьютера в камере сгорания подается избиточное топливо. И вот одна из причин повышенного расхода горючего. Как только наступает зима, этот вопрос становится особенно актуален. Двигателю иногда трудно прогреться на холостых. Часто автовладельцы замечают, что как только включают печку, температура двигателя сильно понижается и печка перестает греть. Падение температуры также частая проблема при движении на трассе. Даже когда с исправной машиной двигаетесь на трассе, заметное падение температуры антифриза. И если машина не исправна, тогда вообще до 70 или 60 градусов падает температура охлаждающей жидкости. Хорошо, если лето, а в зиму невозможно становится открыть салон машины. Ну и как многие из нас знают, причиной может быть неисправный термостат. И как только некоторые меняют термостат и устанавливают новую, замечают, что поломка не исчерпана. И двигатель снова не креется, как положено. Тут в интернете я поискал причины непрогрева двигателя. И сейчас перечислю. Пожалуйста, если я что-то не доискал и нету в этом списке, пишите в комментариях и коротко разъясните, что еще может быть причиной. С какой неполадкой вы еще сталкивались, которые влияют на температуру двигателя. Итак, причины непрогрева двигателя до нормальной рабочей температуры. Первая причина, как мы уже говорили, это неисправный термостат в системе охлаждения жидкости. Вторая причина. Основной причиной может быть еще второй термостат. Так называемый термостат ЭГР или термостат АГР. И эта причина особенно актуальна для владельцев дизельных моторов. Оказывается, что система охлаждения рециркулируемых отработанных газов на двигателях или бывает, или нет. Чаще да. У этой системы термостат АГР может быть, а может быть и нет. Я много раз говорил, что я не специалист. Признаю, что не знал об существовании второго термостата в двигателях. Если вы знали или не знали, пожалуйста, пишите в комментариях. Термостат ЭГР, если он есть, влияет на направление частей охлаждающей жидкости в системе и, следовательно, на ее температуру. Так что, друзья, если вы выяснили, что основной термостат работает исправно, тогда ищите в интернете или заходите в мастерской и спрашивайте у опытного мастера. Именно на вашем движке установлено второй термостат или нет. Если есть, проверьте обязательно. Третья причина. Воздущная пробка в системе охлаждения. Если в патрубки системы попадает воздух, антифриз не сможет нормально циркулировать по большому и малому контуру. И не будет прогревать двигатель до нормальной температуры с привычной скоростью. Пятая причина. Обратите внимание на работу вентилятора охлаждения. Если двигатель не достиг рабочей температуры, оно вообще не должно включаться. Если вы заметили, что вентилятор рано включается, устраните эту неполадку. Ну и конечно, иногда бывает, что неисправный татчик температуры может вызвать ощущение, что только греется двигатель. Или вовсе не может нагреться. При этом двигатель работает исправно. Татчик передает данные о состоянии температуры на приборную панель. Если он работает некорректно, то и показания будут неверными. Замена этой детали приведет все показатели в норму. Конечно, все об этом знают, но все-таки напомню и дам еще один совет. Если двигатель не греется, попробуйте накрыть радиатор спереди хотя бы с картонной бумагой. И наблюдайте, что после этого случится. И как температура будет вести себя. В конце видео, просьба. Если информация о Белоход как-то полезна, прошу, вставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Спасибо всем за внимание. Продолжение следует...